Всем привет, с вами Ауру, мы сегодня в видосе К5 о Рой Клубе. Это тот самый клуб, который начислил мне на холодный кошелек изначально эквивалент в размере 30 тысяч долларов, но сейчас, сейчас, как видите, это немножечко больше. Конечно же, эти деньги я не смогу снять целиком, они, так сказать, парамайнятся, размножаются, и я смогу снимать только проценты, но просто сам факт, что да, это реальные деньги, которые рано или поздно, в принципе, я смогу снять. Ребят, для тех, кто не смотрели предыдущие выпуски, посмотрите по ссылкам в описании. Тем, кому, в принципе, неинтересна тема денег, интересна тема игры, вырубайте видео прямо сейчас, потому что здесь мы будем говорить только о деньгах, ну и о разных темах формата задонать. Я так подумал, очень часто встречаются сообщения задонать, и оказывается, в этом Рой Клубе и в этой криптовалюте под названием Призм тоже такие события имеются. Поэтому, первое, то есть это такой информационный ролик, я не буду здесь выводить сейчас деньги, объясню по ходу ролика, почему я не буду выводить деньги, потому что, ну блин, мне точно кажется, что курс еще больше вырастет, но давайте с самого начала, все, чтобы вас не путать. Короче, просто вспомним мой первый ролик, я вот специально его открыл для того, чтобы, знаете, что увидеть? Увидеть курс. Вот видите, 0.24, 0.24, 24 цента стоила одна монетка Призм, сейчас она стоит 0.38. Ребят, это прям дофига, то есть в полтора раза курс вырос за это время, и, собственно, эта сумма выросла вместе с курсом, а значит, и мое вознаграждение тоже выросло. Повторюсь с предыдущих роликов, Рой Клуб начислил эти деньги, чтобы я запиливал такие ролики и рассказывал, как есть. Не преувеличивал, не врал вам, я реально стараюсь так и делать, то есть я не буду рассказывать того, чего не вижу или чего не понимаю. Вот, еще одна важная поправка, не закидывайте деньги в криптовалюты, в разные инвестиционные фонды, если они у вас последние эти деньги, и если вы в случае потери этих денег будете рвать на себе волосы, потому что тот же биткоин, вспомним, он стоил, доходил до 20 тысяч долларов, сейчас он торгуется в районе 10 тысяч долларов, и многие люди там просто в конвульсиях бились. Но хотя были также и другие люди, которые купили в свое время биткоин по 10 долларов и по 10 тысяч продали, тоже, в общем-то, неплохо. Кто знает, может, призм когда-нибудь, ну ладно, не будем фантазировать. Так вот, касательно задонать, у Рой Клуба есть такая тема, называется Рой Благо. В рамках этого, собственно, этого проекта участникам Рой Клуба, держателям криптовалюты призм, компания точно так же, как вот мне, как блогеру, так и любому человеку может, так сказать, задонатить на геймерском языке, если объясняться. Что это значит? Это значит, что вы должны выполнить определенные условия, я ссылки, наверное, на эти условия оставлю в описании, не буду углубляться, но суть в том, что если вы выполняете определенные условия, вы становитесь в очередь, описываете свой проект, на который хотите получить денежные средства, и если ваш проект действительно достоин, если вы выполнили все эти, вам платят эти деньги. И, ребят, смотрите, вот этот чувачок, это тот, это мой подписчик, привет, передаю тебе привет, который, вот, Валера Курочка, я ему передаю приветы в каждом ролике, потому что он меня позвал в эту тему, и дал возможность мне заработать вам на конкурсе. Кстати, залетайте сегодня на стримчанский, разыграем какую-нибудь интересную сумму денежек на стриме, обязательно. Так вот, Валера Курочка, например, вот его видосик, и в этом видео он просто рассказывает, что я не буду там, ну, не будем включать и слушать, то есть, но суть в том, что он в этом видосике рассказывает о том, что для простого клуба по рукопашному бою выделили 200 тысяч рублей. Он просто написал, что у меня есть детский клуб, там, в городе, в его городе Новосибирске есть детский клуб, и на него выделили 200 тонн рублей, вот так вот, то есть, это было 15 тысяч призм, сейчас курс еще больше вырос, если он еще не успел поменять на рубли, это еще больше. Это, кстати, та причина, почему я сейчас не показываю, как я вывожу деньги. Ребят, в первом своем ролике я продавал по 0.24, а сейчас я даже по 0.38, ну, такое, думаю, продавать, не продавать, пусть, может, еще на пора майнится, вот, ну, нет, я точно выведу, но, ну, не прямо сейчас. Короче, дальше мы смотрим, вот есть, мне подарили 200 тысяч рублей, 15 тысяч монет, рой благо, не могу об этом молчать, то есть, тоже шок для людей, когда им просто дарят 200 тысяч рублей. Дальше видосик у нас, автосервис в Курске за криптовалюту призм, то есть, все эти темки мне тоже понакидали, тоже 15 тысяч призм. Теперь, внимание, вопрос, как это работает, зачем кому-то помогать другим людям? Ну, вообще, человек так устроен, что, в принципе, у него есть какое-то определенное желание помочь, если ты, например, сильнее, помочь слабому, это нормально. Но криптовалюта призм устроена, как бы, в таком смысле, что могут выделяться особые балласты на самых нуждающихся. А эти самые нуждающиеся, по сути, популяризируют эту валюту призм. То есть, это как наглядная такая реклама. Ну, то же самое, как я сейчас. По сути, я ничего такого сверх не рассказываю, не говорю вам, ребят, заходите, покупайте, тратьте деньги. Нет, я этого не говорю. Я просто рассказываю, как вот оно есть, как я это вижу на примерах. И это работает так, что, типа, криптовалюта призм, блин, ее курс растет. То есть, это не какой-то курс, который кто-то нарисовал. Вот он реально есть, и я по этому курсу могу продавать свои призмы и получать бабки. И это просто какое-то дикое сумасшествие. Я по-прежнему не могу в это поверить. Я каждый раз офигеваю все больше и больше. У меня Аня, например, ну, все знают Аню, да? Я ей, когда пытаюсь объяснить, как это работает, она говорит, что за фигня, такого быть не может, типа, это развод. И потом, когда я снимаю деньги и даю ей бумажные деньги, она, у нее просто вот так в голове все, собственно, происходит. То же самое и у меня. Поэтому, чувачки, еще раз подчеркну. Если среди вас есть люди, авантюристы, у которых есть деньги, я сейчас не рассказываю формата «Продавай квартиру и инвестируй в криптовалюту». Нет, не так. Но если вы такие же авантюристы, как и я, и хотите немножечко попытать удачу, да, где-то примерно, и проинвестировать какую-то часть своих денежек, небольшую, возможно, но часть, да, то, собственно, это нормальная тема. И пока я не вижу здесь каких-то веских подвохов. Вот на данный момент времени это не казино, не букмекерка. Это все работает немножечко по-другому. Так что вот как-то так. Ну, собственно, ставьте лайки, чтобы я и дальше обозревал Ройклуб, чтобы я и дальше проводил конкурсы. Ну, а на сегодня это все. Пребываю в диком шоке. С вами был Аурм. Удачи, ребят.